Круглый стол Панельная дискуссия – это что-то более боевое, более активное и нацеленное на выработку новых достижений в ходе этой самой дискуссии Я позволил себе немножко изменить первое слово названия своего доклада Планируется, что я сделаю доклад минут на 15, затем короткие выступления от желающих И шесть дискуссионных вопросов, которые будут отображены на слайде, мы над ними поработаем Мы сможем в форме ответов на вопросы и в форме коротких выступлений Вывести себя на новый уровень понимания этих вопросов И в конце, по-видимому, если будем хорошо себя вести, нам удастся выйти на некие слова, которые мы бы все понимали одинаково И одинаково позволено было бы нам в дальнейшем использовать эти слова Дело в том, что многие по-разному в настоящее время понимают и многие по-разному реализуют то, что называется квантовой криптографией сегодня Значит, в России есть свои особенности этой национальной квантовой теперь уже криптографии Мы будем надеяться, что эти особенности позволят нам делать более стойкие, более полезные и более надежные продукты Как для нашей страны, так и для мира в целом Поэтому вопрос стандартизации, технический комитет был предварительным докладом сегодня Значит, ну, понятно, вызовы в квантовой криптографии, они есть И я постараюсь обозначить их сейчас довольно подробно Значит, первое, что хотелось бы сделать, это кратко напомнить вам об основных достижениях теории эксперимента В области практической квантовой криптографии Я специально написал слово «практической» ровно для того, чтобы было понятно, что квантовая криптография в России вышла уже достаточно давно на уровень практического внедрения Здесь перечислены в виде дефисов и в конце вопросительный знак То есть это ясно, что незаконченный перечень того, что мы умеем делать сейчас с помощью квантовой механики и с помощью средств, реализующих ее в сочетании с криптографией Которая, с одной стороны, обосновывает свойства этих систем, с другой, позволяет эти свойства обеспечивать Значит, ну, довольно давно и активно используются квантовые генерации случайных чисел Квантовая выработка и передача ключей, квантовое шифрование, замечу, не шифрование, как обычно, а квантовое Значит, детерминированная квантовая связь появилась только что и недавно Она находится в зачаточном состоянии, там несколько научных школ появилось, которые обеспечивают это Квантовая аутентификация, квантовое хэширование, квантовая цифровая подпись, вопросы новые Но в перспективе очень полезной Значит, квантовые протоколы бросания монеты, передачи бита на хранение, квантовые игры И другие квантовые примитивы, известные из литературы для сетей, распределенных в недоверенной среде То есть компьютерных и так далее Также реализованы были в свое время, значит, отработаны механизмы Но практическое внедрение еще нас ждет Квантовая память, в том числе ассоциативная, более 10 лет обсуждается И на ее основе можно строить защищенное хранилище данных Этот вопрос находится в стадии проработки Ну и, соответственно, можно отнести к достижениям теории эксперимента Квантовый взлом криптосистемы, алгоритмы для квантовых компьютеров Ну и много чего другое, о чем мы можем говорить в будущем Значит, квантовая криптография для безопасных коммуникаций Циферка 1, это значит, это только первая часть Здесь я потренировался в английском Поэтому вам придется напрячься Но думаю, что это несложно Значит, здесь под сервисами я понимаю услуги В том смысле, что нужно стремиться к тому, чтобы Средства квантовой криптографии могли быть переданы не инженерам С высшим образованием и кучей приборов А к потребителям, у которого их нет, он может их пользоваться К сожалению, пока это удается не всегда и не дешево Средства стоят для защиты линий связи и защиты сетей связи Приличных денег Потому что в настоящее время сама элементная база не дешевая Ну и интеллект, вложенный в это, тоже достаточно дорогой Значит, шифрование в каналах связи Распределение ключей, это QKD Ну и последний пункт, это услуги управления Или более точно систем управления Здесь я хотел напомнить, что не обязательно защищать саму информацию Иногда ее защищать не надо Она не подлежит защите по закону и может быть открытой вполне Но для обеспечения надежности и устойчивости сетей, по которым она передается Есть необходимость часто заниматься защитой именно каналов управления Если каналы реализованы в волоконно-оптической или оптической атмосферной среде Можно заниматься внедрением криптографии квантовой и туда тоже Значит, вторая часть безопасности квантовых коммуникаций Это услуги распределения ключей шифрования и систем управления для связи и сетей, линий Ну и здесь перечислены, собственно, каналы по цвету Разделены все, что зеленое уже давно сделано Все, что желтенькое делается сейчас Ну и последнее, это интерфейсы для отдельных квантовых компьютеров С помощью линков, основанных на идеях квантовой коммуникации Они тоже присутствуют и разрабатываются в настоящее время Значит, ну, понятно, спутник, межспутниковая связь Я думаю, тут достаточно знаний Дальше будет на переменке Когда по-английски, когда по-русски Чтобы мозг работал и просыпались постепенно Значит, затронем финансовый сектор и сектор страхования Значит, я здесь именно с целью обозначения вызовов Стараюсь обозначить и упомянуть те формы приложений В которых системы на основе квантовых криптографических систем Могут быть полезны Но генерация случайных чисел, естественно, для банковских карт Полисов страхования, документов строгой отчетности Защита финансовых транзакций, волокон на оптических средах И в страховых случаях с помощью квантовой подписи и хэширования Возможно, защита взаимодействия с платежными транспортными и банковскими терминалами Почитайте последнюю литературу Мобильные средства типа моей указки Реализуют квантовую связь между терминалом и потребителем Значит, соответственно, многоточие – это то, что мы с вами еще можем в виде вызовов понаделать Значит, цифровая экономика один И наше место там возможное Прежде всего, это умный город, система, связанная с волоконно-оптическими коммуникациями Между камерами наблюдения и другими объектами У которых человека рядом нет, но инфраструктура есть Соответственно, везде, где есть волоконно-оптическая или оптическая инфраструктура Есть носители Далее нужно учиться И думаю, что это возможно в ближайшее время Обеспечивать сервисы квантовой криптографии для таких сетей Значит, умный город, понятно Умный дом, ну, естественно, для каждого было бы полезно, у кого есть волоконно-оптическая разводка И умный офис, ну, естественно, для всех, у кого есть деньги, это сделать Значит, цифровая экономика два – это сервисы безопасности для электронной торговли, прежде всего Ну, всем понятно, да, значит, взаимодействие в инфраструктуре, где есть носитель, который может быть реализован в квантовом виде Может быть владельцем или потребителем для квантовых криптографических систем Понятно, промышленный интернет и интернет вещей – это следующее поколение Внедрение наших систем, где нет потребителя в виде человека и его информационных ресурсов Но есть объекты, которые также требуют защиты и обмена информацией в защищенном виде Это наше будущее, к которому можно двигаться вместе со всей страной и вместе с миром Значит, цифровая экономика три – это сервисы безопасности для транспорта Ну, умный транспорт, понятно, везде, где есть возможность установить прямой оптический канал с летающими объектами Или внутри транспорта под названием, например, автобус или корабль Там тоже можно это все делать Охранные системы объектов и автомобилей Значит, это, опять же, брелок, связанный с ответной частью автомобиля на замену электронного брелка Который уязвим по отношению к перехвату сигналов побочной информации и прямого радиосигнала С использованием средств квантовой криптографии возможно создание дешевых Ну, и, в общем-то, у меня образцы тут есть Работ на тему общения с помощью создаваемого специально квантового канала между двумя техническими объектами Например, для создания охранных систем для автомобилей Соответственно, системы свой-чужой также при наличии оптического канала могут быть средством для внедрения Далее, немножко о будущем Это социальный сектор и места для внедрения систем квантовой криптографии Это, в первую очередь, квантовые идентификаторы для государственных информационных систем Единая система идентификации, аутентификации Аптек, поликлиник, больниц Везде, где мы научимся дешево делать реализации квантовых криптосистем Квантовый нотариат тоже возможный для обсуждения области Тут надо думать Есть достаточно серьезные угрозы С использованием нотариусов и поддельных документов нотариата Очень большой объем криминала имеется Защищать необходимость есть Значит, интегрированные квантовые ключи для доступа на объект Получение социальных услуг, в том числе и здравоохранения Ну и последнее, это сервисы, услуги, ключи для доступа к персональной геномной информации Все мы понимаем, куда развивается наше здравоохранение и изготовление лекарств Это персональное лекарство, которое заточено под каждого из нас Эта информация путем секвенирования геномной информации Может быть оцифрована, соответственно, подлежит защите Объемы данных огромны Применение квантовой памяти или устройств на основе ее Возможно, даст здесь определенные достижения и прорыв В части создания средств безопасного хранения Как геномной информации, так и информации для получения лекарств легитимным образом Без доступа третьих лиц Вместе с тем, существует достаточно большое количество проблем И здесь мы начинаем уже формировать некий перечень задач для решения Я его здесь достаточно мелко написал, ровно для того, чтобы понять, насколько их много Значит, дальше будут еще безобразные слайды Но начнем с этого Во-первых, требуется сейчас развивать в целях внедрения модели угроз и нарушителей для квантовых криптосистем С учетом их технической реализации и сфер применения Дело в том, что сейчас довольно большой разрыв между производителями и разработчиками и потребителями Потребители формируют свои модели нарушителя, куда не лезет квантовая криптография Соответственно, пока сами разработчики не начнут правильно и во взаимодействии с примененцами Обеспечивать реализацию построения моделей угроз и нарушителя И затем противодействиям Достаточно трудно будет этот разрыв преодолевать и внедрение будет заторможено Следующий вопрос и проблема, требующий решения Это доказательство криптографической стойкости и специальных свойств С учетом применений в составе средств вычислительной техники Комплексов шифровальных средств, телекоммуникационного оборудования, приложений и так далее Значит, этому вопросу надо уделять серьезное внимание Здесь одно из важнейших критерий криптографической стойкости Вчера был доклад Игоря Михайловича Арбекова Ну вот в этом духе нужно думать, развиваться и более того применять Следующая проблема, требующая решения Это создание модели угроз нарушителя, криптосхем, протоколов, обоснования и стойкости Для квантовых повторителей, репитеров, маршрутизаторов И других подобных преобразователей для квантово-криптографических систем Многие понимают, что сейчас в основном квантовая система Это совокупность отрезков точка-точка Расстояния ограничены Для внедрения системы типа квантового интернета Которых уже, наверное, лет 17-20 в интернете было написано Что вот придет квантовый интернет и все нам поменяет в жизни К сожалению, этого пока не происходит Хотя, может, и к счастью, не знаю Всему свое время Вот чтобы расстояние увеличивалось и инфраструктура оставалась квантовой А не вставляли мы контролируемую зону каждые 100 километров Нужно решать задачи всего, что здесь написано В отношении квантовых репитеров Ну, маршрутизаторов, если модель их будет гарантировать нам работу с квантовыми состояниями Следующая проблема – это развитие обоснования математических моделей И доказательств свойств криптопримитивов, протоколов и алгоритмов Использующих многокубитные квантовые состояния Прежде всего, несепарабельные Ну, или, как их раньше называли, везде называют запутанные, спутанные и так далее Ресурс большой, математических моделей и доказательств мало Следующее поколение квантовых криптосистем с новыми качествами возможно на этом пути На использовании многокубитных систем и несепарабельных состояний Надо заниматься и развивать Последняя проблема на этом слайде, но не по важности и не по очередности Это развитие методов криптосинтеза, криптоанализа В том числе анализ протоколов и методов информационного доступа для ККС ККС – это квантовые криптосистемы Все понимают, что атаки на техническую реализацию швейцарских, американских и других действующих схем Сегодня наиболее продвинуты Они ограничивают применение квантовых криптосистем Более того, для многих из них они являются критическими И фактически не то чтобы выталкивают их с рынка Но на рынке остаются уязвимы к доступу систем Вместе с тем есть факторы ускорения внедрения квантовых криптосистем Которые я хотел бы обозначить Во-первых, это создание дорожных карт квантовых технологий В настоящее время их как минимум три Это рабочая группа ЕС Фонды перспективных исследований И Национальная технологическая инициатива Дорожные карты разные, похожи Вместе с тем, есть внутренние противоречия в этих документах Как мне кажется, необходима интеграция усилий В рамках программы целевого подхода Надо наконец поставить перед собой цель И достичь ее поэтапно увеличивая задачи по сложности Вместе с тем, дорожные карты – вещь важная Потому что на них ориентируются как потребители, так и разработчики Следующий фактор ускорения – повышение качества и обоснование доказательств Проведение тематических исследований создаваемых систем Ясно, что разработчик, как человек, заинтересованный во внедрении во что бы то ни стало Получение возврата своих вложений Стремится к тому, чтобы описать систему хорошо Чтобы сказать, что все нормально, пора внедрять Готов к этому Вместе с тем, существует система проведения Экспертных и тематических исследований Которые надо придерживаться Она выстрадана жизнью В общем-то, в определенном смысле поле – это кровью Поэтому, думаю, что правильнее было бы Опираться на действующие системы Что, собственно, и написано Это выполнение требований регуляторов Деятельность в рамках системы лицензирования И системы сертификации средств криптозащиты информации Документы на эту тему в большинстве своем опубликованы Значит, ниже я немножко про это тоже могу сказать Далее, критическим фактором ускорения внедрения Является миниатюризация и снижение энергопотребления Достижение импорта независимости В любой момент критические элементы квантовых систем На которых мы сейчас их пока строим Могут быть с рынка убраны Такие примеры бывают Значит, необходимо опираться на отечественную элементную базу Для квантовых криптосистем Это довольно сложный, поскольку это не микросхема общего применения Довольно сложный вариант Но идти по нему нужно Далее, интеграция с услугами инфраструктуры Это тоже фактор, который позволит ускорить внедрение Распространение лучших практик и стандартизации Участие технического комитета 26 Это вы уже поняли Далее, в общем-то, простые вещи Это реклама, маркетинг, проведение конференций, участие в выставках Выход на зарубежные рынки – это критический элемент Значит, ясно, что финансовых ресурсов в России недостаточно Для того, чтобы окупить полностью вложение в развитие квантовых криптосистем Особенно с учетом тех масштабов, о которых в цифровой экономике мы можем мечтать Поэтому необходимо в определенном смысле завоевывать Пока там есть еще зоны, достаточно свободные зарубежные рынки Подготовка кадров – критический фактор Криптообразование необходимо Специализация в рамках образовательного стандарта возможна Я вот шесть вопросов для дискуссии обозначил Я думаю, что мы вопросы по моему докладу будем прояснять По ходу ответов на те вопросы для дискуссии, которые здесь есть Значит, первый вопрос – это имеются ли научно-технические достижения в России По созданию систем на базе квантовой криптографии Достаточно для обеспечения нужд отраслей экономики, кредитно-финансовой сферы И органов государственного управления Здесь я только несколько центров, в которых развиваются эти работы, перечислил Я хотел бы пригласить дискуссии для выступлений Приехавших людей из указанных здесь научных центров Для того, чтобы они кратко, по пять минут, может быть, чуть плюс-минус Рассказали о своих достижениях именно с учетом поставленного вопроса Если возражений нет, давайте, ребят, по очереди приходите и рассказывайте Всем добрый день, меня зовут Алексей Федоров Я представляю Российский квантовый центр У меня очень короткое выступление Изначально планировали без слайдов, но кое-что покажем Итак, на данный момент мы работаем над проектом коммерциализации технологии квантовой криптографии И наша работа выполняется в рамках поддержки от Министерства образования науки и Газпромбанка Как заинтересованного инвестора и будущего потребителя Мы работаем на данный момент с прототипом, не с тем промышленным устройством, которым мы собираемся коммерциализировать И из последних достижений это генерация ключей в городских линиях связи на линиях Ростелекома Это также демонстрация работы устройства квантовой криптографии в сетевом исполнении Это было три узла в парадигме одного доверенного И наш план к концу 2017 года завершить устройство и выйти на промышленный образец Что следует сказать, что если крупномасштабно смотреть на устройство квантовой криптографии То можно выделить, на мой взгляд, три важных блока Это в первую очередь квантовая часть, которая занимается реализацией протокола квантовой коммуникации Это устройство, которое производит обработку квантовых ключей и передачу их потребителям И на каждом из этих этапов возникает вопрос, связанный с сертификацией, стандартизацией этого процесса Как протоколов квантовой криптографии, так и алгоритмов, которые эти квантовые ключи обрабатывают И протоколы, которые их передают дальнейшему потребителю Важный вопрос также это приложение, потому что кроме стандартных приложений, о которых можно говорить Есть также перспективы, например, соединения квантовой криптографии с такими технологиями, как распределенные базы данных и блокчейн Наш проект интенсивно взаимодействует с партнерами, в том числе с производителями классической среды защиты информации Вот здесь есть представители криптопрома, с ними активно взаимодействуем Также с другими компаниями С Эстерой, это производители шифраторов для Газпромбанка и Амикон для Сбербанка Собственно, это кратко, если результаты за последнее время В общем, у нас еще будет возможность их обсудить Здравствуйте, меня зовут Козбов Антон, и я хотел бы представить некоторые результаты, полученные университетом ЭТМО и Казанским квантовым центром У меня была подготовлена несколько другая презентация, поэтому я по ходу бегло буду пробегать некоторые слайды Основной особенностью нашей системы квантовой коммуникации является то, что у нас особый тип формирования квантового канала, который происходит путем фазовой модуляции Это существенно меняет дело, в связи с чем нами была собрана наша установка, которая является рабочим прототипом уже И у нее есть определенные характеристики И самое важное то, что в ней реализован протокол с четырьмя фазовыми состояниями, которые не ортогональны, что существенно отличает его от протокола BBL64 Для полного описания и доказательства секретности нашей установки нами было создано квантово-оптическое описание ее элементов В результате которого мы создали квантовую террорию электрооптического модулятора для описания состояний в канале Также была проанализирована граница холиво, которая показывает количество информации, доступной Еве из канала Выбрана модель канала, которая является двоичный симметричный криптографический канал со справлением ошибки и состиранием И его основная особенность заключается в том, что у нас есть измерения с неопределенным результатом Построена более детальная модель фотодетектора, которая основана не на Мандалевском приближении, а на Марковском приближении Который учитывает больший ряд параметров детектора и позволяет уходить дальше второго порядка точности Построена пропускная способность канала И уже на основании этого всего было рассчитано все возможные параметры нашей системы Были подобраны ее оптимальные значения И построены основные характеристики системы квантовой криптографии, такие как квантовый коэффициент ошибок Здесь вы можете видеть, как расчетную нашу теорию и то, что экспериментальные точки достаточно хорошо совпадают с ней Помимо этого был проанализирован предельный куберт для системы квантовой коммуникации Основными же параметрами являются дальности и скорости генерации секретного ключа И в нашем случае эти дальности ограничиваются 40 децибелами И, как можно видеть, эксперимент также достаточно соответствует теории Для того, чтобы понять, на каком уровне в мире мы находимся, можно привести следующее табличное сравнение И если на него обратить внимание, то можно заметить, что мы находимся, в принципе, на мировом уровне Из основных экспериментальных достижений я могу сказать, что у нас существует три испытательных полигона квантовых сетей В Санкт-Петербурге, в Казани и в Самаре Везде мы разрабатываем разные проекты В Санкт-Петербурге у нас просто действующий полигон для тестирования нашей системы квантовой коммуникации В Казани совместно с Казанским квантовым центром ИКИ была разработана многоузловая квантовая сеть В Самаре ведутся работы по программно-конфигурируемым квантовым сетям В частности, здесь можно видеть наш испытательный полигон в Санкт-Петербурге Который соединяет два корпуса университета ИТМО и имеет следующие характеристики Помимо этого, основным достижением за последние полгода является открытие многоузловой квантовой сети Состоящей из четырех узлов в Казани Здесь ключевым отличием от системы в университете ИТМО в Санкт-Петербурге Является то, что мы используем лавинный фотодетектор, а не сверхпроводниковый И тем не менее, характеристики систем в реальном волокне, в городской инфраструктуре Являются достаточно приемлемыми Спасибо за внимание Эта работа на самом деле в нашей группе мы ведем, наверное, уже интенсивно лет 15 Я просто хотел более-менее показать, как оно на самом деле выглядит в реальности Эта работа проводилась в рамках ФПИ, это последние результаты, а до этого в рамках разных проектов То есть это университет, Академия криптографии, ФТТ, РАН Значит, элементы системы квантовой криптографии Это прежде всего наличие физического квантового генератора случайных чисел То есть истинная квантовость есть только в квантовом мире Любой классический генератор случайных чисел – это, вообще говоря, псевдо-случайный Почему? Потому что любое классическое устройство, даже если оно крайне сложное, оно описывается дифференциальными уравнениями Любые дифференциальные уравнения имеют начальные условия Если вы их знаете, ну тогда, значит, дальше это вопрос техники Хотя, может быть, для этого потребуются там очень большие ресурсы А истинная квантовость, она есть в случайном мире И, значит, как это устроено, я ниже тоже покажу Такие генераторы сделаны Это один из существенных элементов системы квантовой криптографии Следующий элемент – это протокол Собственно, протокол квантового распределения ключей Значит, таких протоколов на сегодняшний день, ну, так сказать, ну, десятка-полтора имеется разных вариантов Вот, но про некоторые из них кое-что строго доказано, про секретность ключей Ну, например, вот BB84 – это единственный, наверное, протокол, у которого есть строгое доказательство для строго однофотонного случая Оно основано просто на энтропийных соотношениях неопределенности Это фундаментальный результат Это, видимо, вот группа Реннера его впервые получила Как только вы переходите в неоднофотонные случаи, а это реальность То есть реальные источники, они квазиоднофотонные Вот источники информационных квантовых состояний Это сильно ослабленное лазерное излучение Ну, до уровня, там, десятых фотона в импульсе Но поскольку оно имеет вот пасоновскую статистику, то есть вероятность, что встретится два, три, ну и так далее фотонов с убывающими вероятностями Вот, поэтому, как только вы переходите к квазиоднофотонным состояниям, все радикально меняется Все-таки многие доказательства сыплются Поэтому много было вот уделено усилий на выбор и, так сказать, конструирование таких протоколов На сегодняшний день мы такой протокол имеем, я тоже, может, кратко скажу Это вот протокол на геометрически однородных состояниях И это протокол с доказуемой секретностью Значит, ну, исправление ошибок в первичных ключах – это более-менее классическая процедура Здесь тоже различные варианты имеются Но выбор, значит, выбор он должен учитывать то обстоятельство, что Все матобеспечение в конечном итоге и управление системой Оно должно быть перенесено на нижний уровень, на аппаратный И это во многом определяет выбор Значит, сжатие очищенных ключей – это усиление секретности Здесь тоже имеется, ну, по крайней мере, пара-тройка вариантов Это теплица у матрицы, либо, значит, умножение в полях Галуа Но последняя процедура при помощи вот неприводимых полиномов Она, так сказать, является наиболее экономной Хотя сами полиномы генерируются долго, но это один раз на всю оставшуюся жизнь А после этого, значит, эта таблица очень экономная И она спускается на нижний уровень, ну, в общем Ну и конечный продукт – это секретный ключ Сам по себе секретный ключ особенно никому не нужен Нужно в карман складывать Поэтому нужна, значит, пристыковка Ну, даже не пристыковка, а интегрирование с классическим шифратором Причем это нельзя сделать на проводках Так сказать, вот воткнули USB Так сказать, какой-нибудь интерфейс USB, там, к примеру, успокоились Это должен быть единый интегрированный продукт И вообще, я говорю, криптостойкость должна доказываться для этого продукта в целом Ну, а дальше я просто пробегусь, как это устроено Значит, мы сделали несколько таких систем И сейчас в работе есть Это то, что мы делали для наших коллег Ну, понятно, для кого Это сетевой вариант Значит, в конфигурации «Звезда» Значит, это тоже один из вариантов Тоже для них делали Здесь я не мог просто отказаться В удовольствии в эстетическом Это некоторые отдельные модули Но это вот все, так сказать, разработка была с нуля сделана Вот Это вариант тоже лавинного детектора Это не первый вариант Значит, как это выглядит Я потом покажу Ну, собственно, сам лавинный детектор Тут в серединке А все остальное – это электронная обвязка, матобеспечение Это вот генератор Квантовый генератор случайных чисел Значит, его доказанная скорость Генерации случайной последовательности Это 1,25 мегабита Сейчас мы имеем квантовый генератор На других принципах Который использует полиномиальную таблицу С аккуратным доказательством Это 55-60 мегабит В секунду случайных последователей Я тоже кратко скажу картинками Значит, это по поводу западных генераторов Это известный и широко распиаренный Вот случайный генератор ID-Quantique Он у них и на сайте есть Ну, значит, скорость 1 мегабит Наши ребята с ним поработали Алгоритм не был описан Хотя сертификацию швейцарскую он прошел Вот Значит, его вскрыли аккуратно Сделали реверс инжиниринг Восстановили алгоритм Ну и оказывается, в общем, он не удовлетворяет Тем требованиям, которые реально заявляются То есть, ну, в каком-то смысле он фейковый То есть, его использовать, так сказать, нельзя Вот, значит, протоколы и секретность Это вот те протоколы, которые есть на сегодняшний день Ну и плюс, так сказать, вариация этих протоколов ББ-84 Чем он плох в квази-однофотонном случае? Поскольку есть известные атаки Вот фотонамбер-сплитин атак, ПНС-атака Это не самая общая атака Вот с расщеплением по числу фотонов Есть более общий вариант Это атака с анамбигиус измерениями Ну или измерения с неопределенным исходом В общем, эти измерения Они ограничивают дальность этого протокола Ну, значит, по максимуму это 25 километров Причем для вот анамбигиус измерений Даже не требуется квантовая память Б-92 это совсем плохой протокол Ну, поскольку там два неортогональных состояния Только используются Он также неустойчив относительно анамбигиус измерений Значит, я на следующем слайде Я просто кратко поясню, в чем, так сказать, корень зла Значит, ЦАРК-протокол Это вот наши коллеги швейцарские Они как в советское время любили Многие называть своими именами города Пароходы Вот они протоколы называли Это СКАРАНИ, АСИН, РИБРДИ и ЖИЗАН Ну, его, так сказать, по-русски многие ГИСИН называют Но на самом деле, значит, он ЖИЗАН На ГИСИН он обижается Значит, на самом деле, это вариация тоже протокола ББ-84 Он тоже неустойчив относительно анамбигиус измерений Дикой стейт, значит, это в некотором смысле Хванг придумал китаец Но это такой заплаточный протокол Почему? Потому что он фактически Его секретность основана на свойствах лавинных детекторов Фактически вы должны отличить И он противоречив с самого начала по своей сути То есть вы говорите, что ваши лавинные детекторы Они число фотонов не отличают А когда вы анализируете криптостойкость Или секретности этого протокола Значит, вам нужно отличать паоссоновскую статистику И на самом деле это, в общем, ни в какие ворота не лезет А чтобы аккуратно отличить там паоссоновскую статистику Вообще говоря, вам надо иметь Учитывать вероятность от двух, трех и так далее Там многофотонных состояний Изначально вы говорите, что вот ваш детектор этого не различает Поэтому он плох, значит, вот стоит в вопросе Значит, фазово-временной протокол Это нами был предложен в однофотонном случае Он тоже имеет строгое доказательство И в принципе он даже дотягивается до теоретического предела По ошибке по критическому Это 50% Значит, на самом деле это некоторое удивительное дело Почему? Потому что бинарный симметричный канал Классический Если вы забудете просто про секретность Спрашивается, а какая критическая ошибка До которой вы можете безошибочно передавать информацию Это 50% Но оказывается, вот Ее можно передавать и секретно Почему? Потому что этот протокол двухпараметрический Кроме ошибки есть еще, так сказать, нити контроля Следующий протокол Это differential phase shift Его придумали в группе Yamamoto На самом деле его не то чтобы придумали Его просто перенесли из классических телекоммуникаций Значит, протокол хорош За одним исключением Поскольку Он использует распределенное кодирование Любое вторжение в канал связи Оно ошибки размазывает на всю передаваемую последовательность И на этом протоколе, так же как и на следующем КАО Кахерин-Тван-Вей Из-за того, что имеет место распределенное кодирование Все доказательства, они не проходят Почему? Потому что доказательства, они существенно используют Ну вот в классической вероятности есть теорема Дофинетти Есть и квантовый аналог То есть, когда вы не можете, так сказать Вашу вероятность разбить на произведение Любые доказательства сыплются Поэтому, значит, строгого доказательства Секретности этих протоколов нет Более того, даже не доказана их секретность В канале без потерь И есть еще одно свойство, значит, оно тоже неприятное В строго однофотонном случае есть доказательство Вот ДПС для однофотонного случая И критическая ошибка там крайне маленькая Значит, верхняя оценка там 4,12% Что существенно меньше, чем вот в ББ-84 То есть, ну вот с этим не очень хорошо Значит, протокол с реперным состоянием Про него есть доказательства Но, значит, он технически немножко более сложный Вот на геометрически однородных когерентных состояниях Поскольку все состояния Вы можете выбирать произвольное число базисов Вот ББ-84, это частный вариант этого протокола С ИКСТ тоже частный вариант Вот этот протокол из-за геометрической структуры состояний Информационных Ну, когда есть групповая структура Всегда легче строить доказательства Вот он имеет, значит, точное решение Есть еще и релятивистская квантовая криптография Этот протокол тоже был придуман специально Только для открытого пространства, подчеркиваю Он не работает в волоконных линиях Он тоже был реализован И этот протокол, в принципе, выдерживает любые потери Если вот все предыдущие протоколы сыплются Даже при идеальных детекторах То есть при потерях выше некой критической величины Вы не можете гарантировать секретность ключей Даже при идеальных детекторах без, так сказать, темновых шумов То вот релятивистская квантовая криптография при идеальных детекторах Она терпит любые потери Ну, собственно, вот Значит, и опять крайне бегло Я формулами грузить не буду Вот Игорь Михайлович Арбеков, видимо, рассказывал вчера Есть еще тоже фундаментальный вопрос Вот какого сорта Значит, это шивка критериев секретности Которые существуют в квантовой криптографии Эти критерии даются довольно в абстрактных терминах Так сказать, в терминах различимости квантовых состояний Ну, или расстояние между двумя квантовыми состояниями А секретность ключей в классических криптосистемах Она так или иначе базируется на переборных критериях Ну, по-английски это guesswork Там, либо тотальный перебор Оказывается, что вот эти критерии Абстрактные критерии Которые используются в квантовом распределении ключей Можно сшить с классическими критериями Вот такая работа сделана Ну, а дальше я просто пробегу Значит, в принципе, все то, что я бегал, сказал Оно опубликовано уже не первый год Подробно Вот Ну, собственно, вот эти работы То, что Игорь Михайлович упоминал Они тоже опубликованы С этим можно ознакомиться Это все Тут про каждый вопрос Можно долго и интересно говорить Но время ограничено Еще вот совсем Так сказать Поскольку, когда я читал Какие вопросы здесь есть И какие новые математические задачи возникают Вот одна из таких задач Она примерно формулируется вот как И, в принципе, она частично решена Значит, представьте, что вы Провели один сеанс Квантового распределения ключей И получили секретный ключ Потом через, там, 10 лет, условно говоря Вы провели Другой сеанс Квантового распределения ключей Независимый от этого Это серьезный математический вопрос Который, с точки зрения математики Он связан с так называемой Супераддитивностью квантовой информации И он имеет вполне Прагматический, практический Аспект Вот вы провели один сеанс Квантового распределения ключей Следующий И они как бы независимы Но поскольку подслушатель Может хранить квантовую систему Которая коррелирована с вашими ключами В этом сеансе, в том сеансе А потом измерять их коллективно То она может извлечь Подслушатель может извлечь информации больше Чем из отдельных сеансов Вот это свойство супераддитивности Когда вы две кучки складываете А вот суммарная кучка Она получается больше И этот вопрос надо учитывать Вот при квантовом распределении ключей То есть насколько можно Прагматически он звучит так Вы получили один ключ, другой А можно их конкатинировать Безобидно Вот оказывается, что когда-то можно А когда-то нужно относиться к этому с осторожностью Но это вот серьезный математический вопрос Я тогда дальше пробегусь Значит, это вот то, что наша система Которая в рамках ФПИ была Мы ее прогоняли на линии Ростелеком Это вот Павловский посад И Ногинск Вот здесь эти данные представлены Значит, вот на этой картинке На левой нижней Это видность Значит, идеальная видность Это единица А система держит видность 0,9,9 Если видность начинает изменяться Опускаться Система себя автоматом подстраивает Вот система отработала в течение месяца Значит, почему я упираю на видность Видность определяет критическую ошибку А критическая ошибка определяет Секретность ваших ключей То есть можете вы получить секретные ключи или нет Вот, значит, на этом рисунке приведен Приведение темновых шумодетекторов Они стоят, извиняюсь, как солдат на посту В течение месяца И, соответственно, значит, получаются секретные ключи Вот эта, значит, левая картинка Эта система, как один из вариантов устроена Система отработала в автомате Вот в течение 22 дней В принципе, она бы стояла и больше Просто ее назад забрали Мы ее сконфигурировали Поскольку нами был принят принцип Ну, вот он был навязан еще предыдущими проектами модульной Отвезли туда, поставили Ну, это лог, который мы больше, так сказать, для себя выводили В принципе, для оператора ничего не надо И он ничего не видит Эта схема Значит, это однопроходная схема До этого была двухпроходная схема Это однопроходная схема Однопроходные схемы, они существенно осложнение Чтобы, я бегал, скажу, чтобы понять масштаб бедствия Поскольку у вас там имеется два интерферометра На приемной передающей стороне Они должны быть, в принципе, идеально одинаковыми Но поскольку температуру, как бы вы стабилизацию не устраивали Она ползет И вот достаточное изменение на одну сотую градуса И у вас возникает ошибка порядка процента Значит, никакой активной стабилизации Я заканчиваю Этого сделать нельзя Поэтому, значит, был применен Ну вот Температура стабилизировалась пассивно А сам интерферометр при помощи фазового модулятора Он подстраивался активно Ну вот эти данные тоже есть То есть ключи стоят Ну вот, значит, в течение суток мы прогоняли Прогоняли Значит, ошибка Ну и, соответственно Значит, это разные варианты тоже Это вот прогенератор случайных чисел Новые варианты Вот это Это новый результат, о которых я говорил Это новый генератор случайных чисел Уже квантовый С доказуемой стойкостью И с доказуемой извлечением случайности Значит, те, кто понимает Вот исходными данными квантовыми Является плацсон Вот то, что это прямая линия Это как раз и есть, так сказать Доказательство идеальности плацсоновского Значит, на самом деле Вот Андрей Вячеслав здесь упоминал Тоже про западную систему В частности, система клавес Она подвержена Она является нестойкой по отношению Навязанное состояние То есть для любых двухпроходных схем Ну и для однопроходных А для двух особенно двухпроходных Нужно учитывать Значит, все фактические варианты Атак активного зондирования Мы этим тоже занимались Ну вот, собственно Такая система Активного мониторинга Ярко к состоянию двухпроходных схем Была сделана Это вот то, что На линии Ростелекома Эти элементы уже содержались Собственно, вот и противодействует Эти результаты опубликованы Это данные Значит, это релятивистская Квантовая криптография В группе То, что сделалось Для открытого пространства Так, ну это вот Фактически резюме Ну и последний слайд Я не могу себе Так, значит Не могу его не показать Значит В работе мы Следуем неким принципам И эти принципы Значит Мне это рассказывал Один мой знакомый Который сильно старше меня И который был Работал в атомной отрасли А история была такая Когда к министру Славскому Знаменитый министр Средмаша Пришел один большой Академический ученый Так вот Он ему передал Вот такими словами Вот Мы сначала делаем А потом разговариваем Но нижний лозунг Это Известный лозунг Калашникова Все нужно и просто Что сложно То не нужно Все, спасибо Протоколы На которых опирается Стойкость квантовой криптографии Должны быть Проанализированы И более того Сделаны с учетом Полного анализа Атак Которые возможны Ну и сама область Атак на квантовые системы Она активно развивается Надо здесь Динамически подходить К разработке Главное успеть Унедрить до того момента Пока Значит Польза от этого Не перестала быть Значит Завершая первый вопрос Я хотел бы Подвести краткий итог Все поняли Наверное Что существует Ряд Организаций Коллективов И Коллективов Как минимум С не нулевым знанием А с гораздо большими знаниями В том числе В отношении Того Что делается За рубежом Конечно Мы не собираемся Как китайцы Запускать Там Бессмысленный Квантовый спутник На орбиту У которого Нулевое содержание По Эффекту Экономическому Прежде всего Мы планируем И будем делать Системы надежные Качественные И удовлетворяющие Требованиям потребителей По линии Вопроса Номер один Завершить его Я хочу Вот этим Бесконечно Большим Списком Он специально Сделан На один слайд Так чтобы Вы поняли Что Для оценки Возможности Применения Эффективного Применения Полезного Применения Квантовых Криптосистем Нужно Много Чего Сделать Значит Здесь От А до Н Достаточно Много Пунктов Того И точнее Тех вопросов И ответов Которые Надо иметь Вообще Говоря Каждый Может Для себя Покрасить Вот эти Пункты В разные Цвета Мы покрасили Силами Экспертов Ведомства У нас получилось Что большинство Ответов На эти Вопросы Более того Решения Удовлетворяющих Этому На сегодня Нет Это означает Буквально Следующее Что все Системы Зарубежные Которые Внедрены В разные Сети И так далее Внедрены С определенным Риском С риском Для потребителя С риском Для будущего Тех людей Которые Зашифровали Информацию На квантовых Ключах Выработанных Например Швейцарскими Системами И Нам Необходимо В ближайшее Время Вот На эти Критерии Оценки Готовности Дать адекватные Ответы Часть из них Этих Ответов От нас Мало Зависит Вместе С тем Большинство Может быть В ограниченное Время Решено Этих Задач Мы Надеемся С помощью Участников Сегодняшнего Симпозиума Мы Это Сделаем И Наша Задача Сделать Из белого Зеленым Вот Все Что Здесь Написано В том Числе Здесь Опробированные В плане Практической Безопасности Решение Решение По интеграции Систем Квантового Распределения Ключей С Различными Средствами Криптозащиты Информации Вот На сегодня На этот путь Как вы слышали Уже многие Выходят И я надеюсь В ближайшее время Получим ответы На все эти вопросы Значит Если по первой части Кто что делает А степень нашей Готовности Вопросов Нету Мы переходим Ко второй части Это вопросы Для дискуссии Номер два Что на уровне Решения Математических И других Научно-технических Задач Необходимо Решить Для внедрения ККС Ну Здесь Уже много чего Было сказано Сергей Николаевич Немножко углубился Если у кого-то Есть желание Дополнить Его высказывания И указанные На слайде Список задач Пожалуйста Прошу к микрофону Есть желающие Все понимают Да В чем тут вопросы Есть желание Пожалуйста Конечно Давайте Хотелось бы Именно так Про то же самое Дикойстейт ББ-84 На самом деле Помимо Этого сообщества Которое здесь Собралось В мире Очень много Экспертов Этими вопросами Занимается И Вот Какую мы Подход Предлагаем Это Опираться на Изученность Протоколов Еще и Международным Сообществом То есть Если взять Например Дикойстейт То Цитирование Этой работы Там Больше Двух тысяч То есть Он рассмотрен Очень большим Количеством Специалистов Со всех сторон Причем Если посмотреть Аккуратно Там на самом деле Детектор Не требуется Чтобы детектор Различал число Фотонов Так как Там идет Набор Статистики Вот Что касается Обычного ББ-84 Да Наверное Он ограничен Ввиду Того Что мы Используем Того Что Истина Истинных Источников Одиночных Фотонов Нет Но Преимуществом Этого Протокола Опять же Является Доказательство Причем Строгое Доказательство Как для Однофотонных Случаев Так и Для Когерентных Состояний Но Разумеется Там Ограничения По расстоянию Идут Там уже Не 100 Километров Если Обращаться К работам Людкинхауса Признанного Эксперта Мирового Там Порядка 60 Километров Идет Ограничение Вот Поэтому Я призываю Всех На уровне Протоколов Работать Не В узком Сообществе А вот В международном Контексте Потому что Так сказать Это вещи Открытые Задача Квантовой Криптографии Защититься Не за счет Того Что мы Заложили Какие-то Параметры Которые Никому Неизвестны А за счет Того Что Даже При условии Что протокол Известен Кому угодно Он остается Надежным Коллеги Дальше Никто 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 Обратил Внимание На Гарантированную Детерминированную Квантовую Передачу Информации На самом деле Это новая Область Достаточно Долго Бывшая В зачаточном Состоянии И Не содержавшая Положительных Решений Все понимают Что очень важно Перейти от Распределения Ключей К передаче Осмысленной Информации По квантовым Каналам Ну так вот Последнее Время Такие попытки С положительным Решением Появляются Думаю Что надо В своем Анализе Тоже На них Обращать Внимание Значит Третий вопрос Для дискуссии Это Достаточно ли Действующие В России Нормативные Методические Документы Для разработки И применения Квантовых Криптосистем Что из опыта Работы Международных Организаций Может быть Использовано В РФ В области Нормативного Обеспечения Квантовой Криптографии Здесь На слайде Указаны Документы Которые В общем-то Доступны И давно Знакомы Людям Они не новые Совсем Это Постановление Правительства 313 Положение Порядки Разработки Средств Криптозащиты Конфиденциальной Информации Требования КСКЗИ Ну и Стандарты Европейских Телекоммуникационных Как говорится Операторов В совокупности Созданы Хочет ли Кто-нибудь По этому вопросу Продискутировать Выступить Дать свою оценку Пожалуйста Добрый день Важаемые коллеги Станислав Смышляев Криптопро Собственно Я бы хотел Поговорить Немного О возможности И потенциале Внедрения Квантовых Систем Распределения Ключей В более-менее Массовые Сферы В том числе С учетом Действующей Нормативной Базы И с учетом Международного Опыта Значит В следствующие Работы Мы вовлечены С трех Сторон Во-первых Это как Разработчик СКЗИ Мы неоднократно Участвовали В дискуссиях В совещаниях В исследованиях Вместе с Российским Квантовым Центром Во-вторых Это работы В составе Экспертной Группой ИТФ По криптографии И третья Собственно Наша Рабочая Группа Протоколами Алгоритмом В техническом Комитете 26 Со всех Трех Сторон В принципе Видится С моей Точки Зарения Одно и Тоже Важное Дополнительное Направление Исследования И работ Связанное С Продвижением Совмещения Квантовых Протоколов Распределения Ключей С Классическими Протоколами Дело в том Что потребители Потенциальные потребители В рамках Совместных Совещаний С коллегами В общем-то Зачастую Спрашивают Одну и Тоже Вещь Что Во-первых Можно ли Действующие Системы Уже Сертифицировать Основанные На Квантовом Распределении Ключей И во-вторых С чем Можно Совместить И Где Это Можно Использовать В Уже Готовой Базе Связанной С Протокольными Решениями С С другой стороны Коллеги Из Зарубежных Международных Организаций ВИТФ Продвигают Массовую мысль О том Что Да Сейчас Квантовые Протоколы Распределения Ключей Еще И в теории И на практике Область Все же Еще Все еще Молодая И все еще Вызывающая Затруднение Вопроса Принедрения Но при этом Если мы Говорим Про Потенциальную Возможность Появления Квантового Компьютера Хотя бы Не завтра А послезавтра То нам Данные Защищенные Завтра Требуют Защищать С учетом Того Что Они будут Накапливаться 10-20 лет А потом Будут Проанализированы С учетом Появления Квантового Компьютера Полноценного И Если мы Такую Возможность Потенциально Рассматриваем То Разумно Вести Направление Вести Вмещение Протоколов Классических Эписека ТЛС ЦМС С Возможностью Добавления Внесения В них Ключей Распределенных Квантовым Образом То есть Существующую Большую базу Протоколов Используемые На практике Айква-2 ТЛС ЦМС Усиливать Дополнять Не меняя Структурно Так же И ключами Полученными Дополнительным Внешним Образом Причем Не просто Как ключи Аутентификации Как есть В эписеке Для ПСК А именно Дополнительные Симметричные Ключи С разумной Длиной Которые Будут замешиваться Непосредственно Для обеспечения Секретности С условием Что если Хотя бы Одна из двух Систем Либо классическая Например На Дефи-Хелмане Либо Квантовая Окажется Стойкой А другая Не просто Возможно Будет Просмотрена В части Ключей Но даже Модифицирована Атаки На связанных Ключах Тоже Здесь Исключать Необходимо То Тем не менее Стойка Сохранится И вот В данном Направлении В ВТФ Сейчас ведется Активная Работа Известным Весьма Криптографом Флюрером Над Документами По совмещению Квантовых Ключей С протоколом ЭКВ-2 Вопросы Весьма Непростые Решаются В частности Коллегой Из ЛС плюс С мысловым Валерием Здесь Много чего Сделано И Одна из Главных Мыслей Что Дальше Вопрос о том Как правильно Замешивать Ключи Полученные По квантовому Каналу В готовые Протоколы Это довольно Сложная Область Деятельности Исходя Через того Чтобы протоколы Не были для этого Рассчитаны Например Предложения Для ИКВ-2 Существующие Да Позволяют Внести Симметричный Ключ Для защиты Но при этом Например Анонимность Правеси Уже не будет Обеспечена Это проблематика Которой требуется Заниматься Как можно раньше Чтобы наши Протокольные Потенциальному Масштабному Внедрению Ну И одновременно С этим Если будут Такие решения То и Плановый Запуск Таких систем Тоже будет Возможен Тем более Что Я Наверное Рискну предположить Что не скоро Нам удастся Иметь Действующие требования ФСБ России К системам На основе Квантовой Отпределения Ключей В чистом виде Но как минимум Обосновывать Стойкость систем Которые Основаны На принципах Классических В которых Не мешая Грубо говоря Используются Также и квантовые Ключи Вроде бы Ничего не мешает Уже сейчас Ну и в частности Внедряя в боевые Системы Это в частности Подтолкнет И развитие Всех наших коллег Которые занимаются Этой деятельностью При внедрении Много новых Прикладных проблем Тоже возникнет Ну а Если рано или поздно Нам удастся Получить Набор стойких Протоколов И в прикладной части Для квантовой Отпределения Ключей То у нас будет Уже вся база Чтобы работать В этом направлении Собственно Как один из двух Руководителей Рабочая группа По протоколам Думаю Что было бы здорово Если бы Коллеги По вопросам Квантовой Отпределения Ключей Приняли бы участие В дискуссиях Нашей рабочей группы Для того Чтобы возможно В планы рабочей группы Включать также И доработку Или создание Новых спецификаций Которые учитывают Возможность С расширениями Или с дополнениями Или с флагами Включение также Квантовых ключей В действующие протоколы У нас И ТЛС И ИПСЕК И ЦМС Крайне плотно И долго изучаются И в России И то Как в них Можно замешать Дополнительно Квантовые Квантовые Ключи Это вопрос В целом Понятный Но требуется Опять же Дискуссии Дискуссии С теми Кому В первую очередь Это нужно Производителями Соответствующих Систем Но то В каком формате Это делать Спецификаций Технических Рекомендаций Методических И так далее Это все уже Можно решать В рамках совещаний Ну и Выносить Как предложение На Седание ТК-26 Как предложение На включение В планы Работы ТК Если на то Конечно Есть общее Пожелание Ну вот Такое предложение Такие мысли Спасибо за внимание Да Вопрос Я просто Дополнить хочу Вот ваша мысль Очень хорошо Вписывается В проблему Производных Ключей Когда Взять От них Клодочка Прохода Большая Переход Очень хорошо Возможно Решить Вопрос Производных Ключей С использованием Кландовых Получились Получи Кландовых Согласен И более того Здесь в принципе Вопросы Выходят Даже за рамки Кландовых Ключей Потому что Любой Симметричный Ключ Полученный По некоторому Дополнительному Доверенному Каналу Замешивание Протокол Если правильно Построить Функцию Диверсификации Не ухудшит Свойство Протокола А уже Природа Этого Ключа Это вопрос В принципе Независимый И действительно Да Здесь Вопросы И Производных Ключей Также можно Решать Совместным Таким образом Это предложение Включить Не в повестку Дня Может быть Но хотя бы На подкорке Держать При разработке Действующих Протокольных Решений В ТК Опять же Призываю Тех коллег Кто В этом Задтересован Участвовать В работах Но в рамках ЕТФ Тоже мы Этим Работам Подключены И участвуем Спасибо Коллеги Я хотел бы В этом месте Пользуясь тем Что на слайде Написано Стандарты ЕТС Кратко Дать им Характеристику С точки зрения Результатов Работы Рабочей Группы Экспертов По анализу Этого СТЭК Протоколов Набора Так скажем Значит Разработка Стандартов ЕТС Ведется С восьмого Года В десятом Двенадцатом Было выпущено Восемь Спецификаций Стандартов На систему Квантового Распределения Ключей Указанные Спецификации Предельно Некорректны В самых Важных Для технологии Квантового Распределения Ключей Вопросах Начиная От Критерия Криптографического Качества Вырабатываемых Ключей До рекомендаций По защите От атак На техническую Реализацию КРК В мае 2016 Была выпущена Дополнительная Спецификация Стандартов На систему КРК Версия 1.1.1 Квантум Кей Дистрибьюшн Компоненты Характеристики Компонентов Для Квантовых Систем Содержащие Методы Измерения Параметров Различных Компонентов Систем Квантового Распределения Ключей В которой Вопросы Анализа Уязвимости Данных Компонентов К атакам На техническую Реализацию Опять-таки Не рассматриваются В стандартах ЕЦИ На текущий Момент Нет Ни одного Рекомендованного К применению Квантового Протокола И способов Его технической Реализации Обеспечивающих Их Практическую Стойкость Это коротко По вопросу О стандартах ЕЦИ И результатах Их Анализа Теперь Было сказано По вопросу Требований К СКЗИ Кратко Охарактеризую Пока мы На этом слайде Находимся О том Что нас Ожидает В будущем С точки зрения Регулятора Значит Мы Сопровождаем Процесс Внедрения Квантовых Криптосистем С точки зрения Регулирующего Органа Отвечающего За уровень Развития И уровень Применения Криптографических Изделий Под названием Средства Криптозащиты Значит Здесь важно Что мы Планируем Выпустить Дополнение К требованиям К СКЗИ Носящим Естественно Закрытый характер Вместе с тем Позволю себе Кратко Указать На те пункты Которые там Будут рассмотрены Предполагается Что в требованиях Будут определены Терминология В области Квантовой Криптографии Классификация Систем КРК В привязке К существующим Классам СКЗИ Описание Базовых Возможностей Нарушителей В отношении Систем КРК Различных Классов Критерии Криптографической Стоикости Ключей Вырабатываемых И распределяемых Системами КРК А также Предельно допустимая Граница Данного критерия Требования К аппаратно-программной Реализации Систем Ну и другие Требования Предъявляемые Классическим Аналогом Таких Систем В значительной Своей Классической Части Требования Будут иметь Отсылочный Характер К действующим Требованиям К СКЗИ Будут также Определены Некоторые Дополнительные Требования К порядку Разработки Систем КРК Среди Которых Особенно Следует Выделить Требования Обязательной Разработки Криптосхемы Системы КРК Представляющий С собой Математическую Модель Протокола И его Техническая Реализация Ну Понятно Что Требования Может получить Тот Кто на это Уполномочен То есть В рамках Действующей Системы Лицензирования И сертификации Продукции В этой теме Значит Чтобы Не терять Время Позволю Себе Перейти На четвертый Пункт Дискуссии Это Существуют ли Документы Регламентирующих Госинститутов В других Странах Например Документы НИС США И так далее В области Квантовой Криптографии Каковы Они Значит Важно Отметить Что Непосредственно Рекомендации Органов Отвечающих За безопасность И органов Устанавливающих Критерии Безопасности В отношении Квантовых Криптосистем На сегодня В открытом Доступе Нет Значит Есть Некоторые Рекомендации Отсылочного Свойства Вот Министерство Безопасности США Которые Доступны На сайте НИСТ Они Перечисляют Условно Говоря Два Подхода Которые Свободно Могут На территории Соединенных Штатов С помощью Квантовых Криптосистем Реализовываться Первое Это Велосирендер Понятно Ускоритель Выработки Случайных Чисел Ну и собственно Квантовые Защищенные Коммуникации Экспертной Организацией У них На эту Тему Является Лос-Аламовская Национальная Лаборатория Она Дала Зеленый Свет Двум Таким Направлениям Они Подлежат Лицензированию И доступны В коммерческом Виде Вот через Организацию Которая Тут написана Слова эти Произносить Не буду Для примера Вот показан Генератор Энтропии Как они его Называют Случайных Чисел И так далее Которые Через интернет Доступны Ну например Для закупки А в дальнейшем Они предлагают Услуги И мы Вот это В первых Слайдах Я вам показывал Это услуги Доступа По выработке Случайных Данных Или выработке Энтропии Как они говорят Через Удаленный Доступ К системам То есть вам Не обязательно Покупать Квантовую Криптотехнику Обратитесь Мы вам Что-нибудь Потом В цифровом Виде За деньги Отдадим Вот логика У них Примерно Такая То есть Все оставить У себя Остальных На цифру Ну понятное Дело Надить Пятый вопрос Дискуссии Какова Возможная роль Технического Комитета По стандартизации В интересах Разработки Применения Можно ли Перспективное Направление Работы Выделить Здесь мы Уже Этот вопрос Практически Осветили В предыдущем Докладе Вместе с тем Хотел бы Напомнить И дать ссылку На Действующие Сейчас Рекомендации ТК-26 Это принципы Разработки И модернизации Криптографической Защиты Информации Они доступны Сейчас Вот по ссылке Указанной На сайте Состояние Работы В рамках Экспертного Совета Владислав Рассказал Рекомендации Требующие Развития Если есть У кого Добавить Давайте Выступайте Пожалуйста Ну я бы С точки зрения Вот Ну как Вот Классической Криптографии Да И того что мы делаем ТК-26 Все таки Вот акцентировал Внимание На вот Том документе Который мы сделали В прошлом году Это принципы Создания И модернизации СКЗИ Потому что Вообще Существующая В России Практика Да И в мире Да Она исходит Из Ну Различных Типов угроз Да И В настоящее время Там у нас Вот Зимодокументом Определяется Шесть там Различных Классов СКЗИ Которые Создаются Исходя Из способности Противостоять Противникам Которые Обладают Ну Или там Нарушителям Различными Возможностями Да И если С точки зрения Вот Классической Криптографии Там Все достаточно Описано Да Там Атаки Токио Типа Побочки Там Классические Там Игорь Михайлович Говорил Да И то Что сегодня Обсуждали Все-таки Вот Нарушитель Квантовый Он Ну Обладает Другими Принципиально Другими Возможностями И вот здесь Видимо Проблема На которой Надо хорошенько Подумать Вот Как соотносится Да То есть Вот этот Квантовый Нарушитель Индивидуальный Там Групповой Там С послушиванием Активный Пассивный Вот С теми Классами Которыми Мы Значит Используем Вообще Говорю На практике В существующих Эсказы Понятное дело Что тут Наверное Надо исходить Из какого-то Экономического Подхода Потому что В принципе Ну так Вот Если Суммировать Там Способности Каждого Нарушителя Да Все упирается В деньги Да То есть Сколько он готов Там Потратить На то Что там Нанять Исследователей Сделать Какие-то Специальные Устройства В квантном случае Как бы Если мы сможем Вот Соотнести Два Таких Типа То Тогда Действительно Можно уже Будет Говорить О том О Совместном Использовании Классических Квантовых Систем И Квантовых Систем Классических Эсказы Вот так Вот Комментарий Маленький Да Пожалуйста У меня вопрос Прежде чем я Последует Моя реплика У меня вопрос Уточняющий К модератору Дискуссии По поводу Стандартов ЕЦИ А вот Есть ли Сейчас Какая-то Текущая Информация Идет ли Какой-то Процесс Их Дальнейшего Развития Совершенствования Ну или Наоборот Деградации Последний документ Был в 16 В 17 Одно Совещание Рабочая группа Было Результатов Бумажных Нет Я Просто В процессе Дискуссии Зашел на Сайт ЕЦИ И увидел Что Там Достаточно Большое Количество Организаций А там Членство Именно Организациями А не Странами Входит Туда От России Поэтому Может быть Ну нам В том числе И в рамках ТК 26 И Скать Я уже Это говорю Пользуясь Столь Представительной Аудиторией Как-то Подумать Чтобы Проводить Нашу Точку Зрения Через Одну Из Организаций Членов ЕЦИ Ну Либо Кем-то Еще Туда Вступить Потому Что Это Имеет Не Меньшее Значение Чем Разработка Стандартизация Технологий Внутри Страны Продвижение Своей Своей Точки Зрения Через Международные Организации Потому Что ЕЦИ Это Довольно Серьезный Орган В том Числе Стандарты Цифрового Телевидения Разработал Например Спасибо Спасибо За выступление Крайний вопрос Дискуссии Это Существуют ли Новые Математические Задачи Возникающие В связи С появлением Квантовых Технологий Обработки Информации Каковы Они Здесь Для затравки Указаны Синтез Протоколов И примитивов В скобочках Они описаны В том числе С использованием Многокубитовых Квантовых Стояний Оценка Крипткачеств Протоколов И учетов В этом Анализе Квантовых Вычислений Квантовых Компьютеров Хотел бы Кто-нибудь Здесь выступить Или нет Да Пожалуйста Во-первых Хочется затронуть Вопрос Не столько Новых Математических Задач Но вот Уже Известных И существующих Однако На мой взгляд Им уделяется Недостаточное Внимание Это Вопросы Классической Обработки Ключей После того Как они Квантово Распределены То есть На этапе Работы Протокола Мы получаем Сырые ключи После этого Нам нужно Исправить Ошибки Установить Верхнюю оценку На объем Перехваченной Информации И затем Сделать При помощи Хэш-функции Которые Уже Упоминались Тем не менее Я там Глубоко Убежден Что Задача Простой Аппаратной Реализации Не является Главной При разработке Алгоритмов Постобработки А важной Задачей Является Сохранение Ресурса Ключа И Дальнейшее Доказательство Того Что в ходе Классической Коммуникации Связанной С реализацией Этих протоколов Действительно Не оглашен Какой-то Лишний Системы Постобработки Когда мы Общались Опять же С мировым Сообществом Нас заставили Кроме того Чтобы полностью Рассказать о том Как работает Протокол Но доказать Что в ходе Исправления Ошибок Не сообщается Никакой Дополнительной Информации Это очень Развивающееся Сообщество И ТСА Здесь Активно Продвигает Стандарты По алгоритмам Классической Постобработки Я считаю Что здесь Тоже нужны Консолидированные Усилия И выработка Стандартов Потому что Вот если О протоколах Мы говорим Очень давно О протоколах Мы говорим Десять Наверное лет То об алгоритм Классической Постобработки В стандартах И в Сематических Конференциях Я лично Слышу Гораздо реже Она зависит Безусловно То есть нельзя Взять Например Протокол Постобработки Алгоритм Постобработки Который рассчитан На один протокол И слепо Применять его По отношению К другому протоколу Они должны быть Взаимосвязаны Ну вот есть Доказанный Протокол Про который Никого нет Сомнений BB84 Да И С ним связаны Некоторые процедуры Классической Постобработки То есть Ее изучение Консолидированное Это очень важная Задача Которая То есть Я считаю Что силами Собщества Должна решаться Про нее нельзя Забывать Потому что Здесь как раз Классическая Криптография Будет очень полезна Для тех Кто занимается Разработкой Квантовых устройств Очень важный Вопрос У приложений Потому что Они выходят На мой взгляд Далеко за Рамки Шифрования информации Гибридным способом Или режиме Одноразовый блокнот При помощи Квантовых ключей Это в том числе То что Связано с Блокчейн Технологиями Здесь очевидно Есть Слабые места Опять же Связаны С используемой Асимметричной Криптографией И здесь Могут помочь Как раз Классический Квантовый хэш Для построения блоков Квантовая цифровая Подпись Для подписи Транзакций Однако Анализируя то Что сделано На данный момент Вся работа Находится на очень И очень Таком Зачаточном уровне Поэтому надо понимать Как сейчас Можно было бы решить Те насущные Проблемы блокчейна Которые существуют При помощи Известных нам методов При помощи Квантовой коммуникации Как-то так Есть два Криптографических Примитива Которые есть в блокчейне Это цифровая подпись И хэш-функции Цифровая подпись В большинстве блокчейн-платформ Например В Этериуме Она построена На квантово Незащищенных Алгоритмах То есть Это либо Эллиптические кривые Либо Это первый вектор атаки Можно перейти на Постквантовое решение Можно использовать Квантовую коммуникацию Тут везде Как бы Есть простор Второй момент Это алгоритм Гровера Который дает Квадратичное ускорение В поиске коллизии В хэш-функции Тоже это фактор Который необходимо учитывать Ну собственно говоря Про оба Новые вопросы Ставили То есть ответ И все же В случае Проблематики Театральной подписи Отбитие постквантов Алгоритм Представляется Им более естественно Естественным Но не единственным Более того Я замечу Что имели подписи Все-таки Уже отсутствуют Приличные решения Да Долгие Да Птические Диспользования Все же Стойкие А в части А в части А в части Здесь Улучшение Два раза Тем не менее Что это Панацея Используют Квантов Коммуникация Для блокчейна Это как минимум Очень важное направление Исследований И про постквантовые технологии Это тоже хороший вопрос Вот есть такая команда Quantum Resistance Ledger Она недавно Получила 4 миллиона евро На ICO Для квантовой Криптографии Но вот Они сами заявили Что им там Трех лет исследований Было недостаточно Чтобы понять Какая Криптографическая Хэш-функция Подходит И все равно Им нужно еще Исследовать Исследовать В качестве Прилечения Инвестиций Идерное Смещение Смещения Смещения Ну там Вот Лэмпортовская Подпись На которой Изначально Предполагал Переходить Блокчейн Этериум Она все-таки Не удовлетворяет Некоторым Характеристикам То есть У них Кроме Вычислительной Сложности Есть еще Ограничения У постквантовой Криптографии По собственной Международной К сожалению По квантовой Экорикмы Стали развиваться Совсем Сильная масса Только Не два назад Просто Прилечения Американских Смещения Для того Что-то Вести Движение Скорее Сумма Сахар С общества Ну да Кстати Вот это Интересный Вопрос Который Вообще Не всплыл В ходе Контекста Это Соотношение Между Исследованием Области Квантовой Криптографии И постквантовой Криптографии Потому что Мы здесь Видим Три сильные Группы Которые Работают В квантовой Криптографии Но Представителей И в ТК-26 Работающих Напрямую Из постквантовой Криптографии Ну по крайней мере Мы Не знакомы лично Очень хотелось бы Познакомиться Тоже Консолидированно Взаимодействовать Я думаю У нас еще будут Не один симпозиум Сити Крипт Где мы сможем Эти вопросы Рассмотреть Хочешь еще добавить? В этой связи Как раз Наблюдая за тем Как эволюционирует Наш симпозиум Уже шестой Мы видим Что Много очень появляется Новых лиц И Много в целом Молодых участников И Я Хочу обратиться Ну в том числе И к модератору Нашей дискуссии С таким Предложением А какой может быть Формат Продолжения Этой тематики На следующем Симпозиуме Был вот Такой интересный Опыт Взаимодействия Академии криптографии Математического Института Имени Стеклова Но он такой Конечно первичный И не во всем Удачный Был Семинар В Стекловке Где Криптографы Рассказывали О Математических Задачах Которые они считают Актуальными И мне кажется Можно вот такой Сделать доклад Именно постановочный Потому что Практически наверняка Здесь На сети крипте Присутствует Большое количество Специалистов Молодых Ну конечно Прежде всего Математиков То есть Со стороны Математических Проблем Криптографии Которые готовы Эти задачи Воспринять И Так сказать Будет Обоюдная польза И для Криптографии И для Этих молодых Специалистов Которые себя Проявят То есть Здесь Формат Он просто Немножко не позволяет Конечно За редким Исключением Строгих Формулировок Задач Нет Ну мы О другом Сегодня Разговаривали А вот Чтобы Прям Как Как Лекция Спасибо Спасибо Дмитрий Я думаю Что Неспроста Этот вопрос Шестым Он Завершающий Должен был Быть Есть еще Что-то Сказать Пожалуйста У многих Есть курсы У меня тоже Я думаю Что Не стоит Вот Конференцию Превращать В лекции Все-таки Здесь Нужно Решать Задачи Которые Острые Наболевшие И может быть Требующие Интеграции Усилий Мне кажется Что мы Сегодня Поговорили Неплохо Есть ли Кто-то В режиме Открытого Микрофона Кто хочет Выступить И обозначить Проблемы Задачи Или новые Выставить нам Проблемы На будущее Если Отдельно Выступающих Нет Я позволю Себе Подвести Итог Мне кажется Мы собрались Сегодня Не бесполезно Во-первых Во-вторых Мы спрятались От дождя В хорошем месте В-третьих Мы увидели Друг друга Лицо в лицо И думаю Что мы Сейчас не разбежимся По углам А еще поговорим Свободные От транспортных Средств Каждого Время Значит Хотел бы Поблагодарить Всех Выступивших И тех Кто присутствовал И тех Кто промолчал Но готовится Видимо К следующей К следующему Симпозиуму И другим Формам Взаимодействия Мне кажется Что оценить Движение Необходимо Движение В нашей стране В области Квантовой Криптографии Есть и серьезные Мы выходим Не только На уровень Глубокого Понимания Проблем Стоящих Но и на уровень Их решения Важно Что Решения Доведены В ряде случаев До железа До классного И качественного Программного Обеспечения Я бы отметил Здесь Автоматизацию Управления Квантовым Распределением Ключей Реализованную ФПИ И Другие достижения Ребят Которые Не ленятся И Спешат Успеть В определенном Смысле Застолбить За собой Новые области Ну там Квантовый блокчейн Я упоминать не буду Не реклама У нас следующая После нас Значит Будет Секция На эту тему Кому Интересно Могут Задержаться Вот Вместе с тем Я хотел бы Отметить Что Математические Проблемы Есть Их достаточно Криптография Без математики Никуда не денется Это ее основа И На будущее Просьба Значит Организаторам Конференции Присылайте Пожалуйста Коллеги Вопросы Заранее Всем понятно Что это не Завершающая Сегодня конференция В том числе И с этими Проблемами Мы надеемся Сконфигурировать И Следующее Действие По взаимодействию Криптографов В таком режиме Как сейчас И Открытой Для Вопросов Дискуссий Надеюсь Первый опыт Вот такой Панельной Дискуссии Был Никомом Будем Тренироваться Я надеюсь Что мы Еще увидимся С вами В том числе И Выслушаем Доклады По внедрению Тех достижений Которые у нас Сегодня есть В стране Спасибо за внимание Давайте Поаплодируем Сами себе